Дорогие дамы и господа, рад вас приветствовать в стенах университета и вениканта. И я обращаю свое внимание на один из важнейших разделов кантовской философии, область, которая занимала его на протяжении всей его жизни, с первых шагов деятельности до конца. Нынешний год – это год 230-летия критики практического разума. 230 лет этой выдающейся работе канта. 233, если иметь в виду другой работе, не менее значимой, определившей все дальнейшее содержание. Это основы метафизики нравов. Но можно сказать, что уже критика чистого разума практически все точки над «и» в понимании проблем природы и морали поставила. Времени прошло, как видите, более двух столетий, но значимость кантовских идей, значимость морали канта, всей практической философии канта только растет. И я полагаю, что наш философский долг, долг философов – сделать все для того, чтобы эти идеи, этики, эти понимания природы и сущности морали становились всеобщим достоянием. Сейчас, по крайней мере, ситуация выглядит таким образом, что кантовское этическое учение высится, как небольшая скала в безбрежном океане этического релятивизма. Кантовская этика нормативная и для современного мира. Она выступает просто ориентиром того, как должна пониматься мораль, как должна строиться этика. На мой взгляд, особенно в 20-м столетии, но и много раньше, начинается в философии морали борьба нормативного понимания ее природы и всемерная релятивизация, стремление размыть эту базовую этическую основу. Но для современного мира это особенно так. Философы на переборе, как бы стремясь попередить друг друга, стремятся разложить эту базовую основу, привести, свести мораль практически к ничему, к нулю. Потому что мораль это чисто такое произвольная самоориентация человека и только. Вот эта тенденция явно, конечно, имеет и политическую подоплеку. Она, несомненно, поддерживается политическими кругами. Потому что, ну, давно известный и давно действует знаменитый политический волжен кремлян. «Девида – это император. Разделяй и властвуй». Политически выгодно как можно более атомизировать общество. Сделать его абсолютно дифференциальным. Действительно свести каждого человека к атому. Что, конечно, решающим образом противостоит. С точки зрения Канта, вот он анализирует в критике чистого разума две такие категории. Одна из которых – сингулорум, а вторая – универсорум. Общее и индивидуальное. Универсорум сингулорум, говорит Кант, ну, это такие отношения между элементами окружающего бытия, которые существуют в стаде. Здесь все равно, что составляет это стадо. Коровы, овцы, козы, свиньи. Совершенно не важно. И напротив, универсорум – это общность, единство, это органическая система, организм. Вот человек, человеческое общество, с точки зрения Канта, как раз является организмом целым. Это универсорум. И поэтому отдельно взятый индивид сам по себе совершенно ничто. Кант не случайно заявляет, проводит такую мысль, что человек, прежде всего, существо трансцендентальное. Существо, которое принадлежит этому целому и сущность которого, как раз вот выражение целого, а вовсе не индивидуального. Вовсе не того, что его биологически отличает. Социальная сущность, социальное единство каждого – вот это главное и определяющее в природе человека. Я хотел бы выразить такую идею, на которую, как правило, внимание кантоведы не обращают. Ведь считается, что кантовская нормативная этика базируется на авторитете, но чрезвычайно жидком авторитете, авторитете философа. Нормативная этика теологическая, она тоже на авторитете, но она на авторитете Бога, абсолютном авторитете, объективном и абсолютном. И этим, конечно, теологическая этика в нормативном отношении якобы значительно более совершенна. Конечно, Кант в своих работах, в своем понимании природы религии показал, чего стоит. Это основание такого авторитета. Он в споре факультетов не случайно проводит такую мысль, что сама религия, даже христианская религия, если она на понимании природы и сущности Бога основана, то она с необходимостью распадается на целый ряд религий, сект, учений, не может обеспечить единство, даже в таком сугубо религиозном виде. Напротив, говорит Кант, авторитет разума, а значит, авторитет философии, вот он, настоящий подлинный авторитет. Но ведь авторитет философа или авторитет разума, вот в данном случае базируется не на философском произвольном мнении, Кант свою нормативную этику основывает на эмпирическом базисе. Вот это главный тезис, один из главных тезисов, который я выражаю. Это не просто авторитет философа, а это эмпирический базис кладется Кантом в основании его нормативной морали, его нормативной теории. Суть дела как раз заключается в том, что человек с точки зрения Канта по самой своей природе общественное существо, общающееся деятельное существо, и это и есть вот тот эмпирический базис, который с необходимостью выступает основой морали. Кант проводит такую важную, на мой взгляд, идею, согласно которой само человечество появляется в результате особого теориологического акта. Акта взаимодействия морального, в основе которого оказываются нравственные действия, нравственные моральные отношения. Человек рождается с моралью. Вот фундаментальная идея, которую проводит Кант. Сам человек – это моральное существо. Мораль и есть та основа, которая определяет саму природу, саму сущность человека. Ну, вот здесь как раз, на мой взгляд, интересен тот факт, что когда Кант размышляет о природе, о возникновении человека в мире, о появлении человека, выделении его из животного мира, он как раз применяет совершенно новую, по тем временам, тереологическую методологию. Он применяет тереологический метод. По сути своей, этот метод, ну, некий предшественник современной синергетики, современных идей неравновесной термодинамики, метод, который показывает, как из простого возможно появление сложного, как действительно из животного, стада, стаи и так далее, может зародиться нечто универсальное, нечто универсорум, целое, может зародиться сложный организм человеческого общества. Вот, конечно, чрезвычайно важно то, что с точки зрения Канта механицизм, редакционизм это только частный случай тереологии. И для меня, конечно, идеи естествознания в данном случае, если речь идет об этике, достаточно далеки, но я думаю, что вот здесь Кант как раз показывает, как естественная природа и социальная природа оказываются моментами единого целого, как они выражают нечто одно, единый мир, целостный мир, потому что с точки зрения Канта мир нас погружающий един, никаких трансцендентных метадобавок, наставок над этим миром не существует. И законы его универсальны. А значит, законы, определяющие социальные отношения, это те же законы, которые определяют и естественные, натуральные отношения. Кант совершенно по-новому рассматривает проблему оснований морали. Именно с учетом вот этой теориологической идеи, именно с учетом теориологической идеи. Ведь надо обратить внимание на то, что проблема оснований морали наталкивается на серьезнейшие теоретические трудности. они прекрасно обрисованы в знаменитой работе «Принципе Этика» Джорджа Мура. Натуралистическая ошибка появляется как при теологической попытке обосновать этику, так и при натуральной, натуралистической, свести к натурализму. И, следовательно, единственный выход – это субъективизм, это эмотивизм, попытка особого интуитивного, отличающегося натурального способа освоения мира, интуитивизма, против которого в свое время решительно возражал Кант, говоря, что ни в каком виде интуитивизм интеллектуальный, интеллектуальная интуиция ни в каком его виде не может претендовать на понимание природы и сущности разума всех рациональных всех рациональных процессов. Кант совершенно по-новому пытается обосновать мораль, ведь он выдвигает проводит вот совершенно выражает совершенно определенную идею, суть которой заключается в следующем. Он говорит, что вот когда мы встречаемся с такими проблемами, которые постоянно возникают все вновь и вновь, сколько бы мы не двигались в их решении, сколько бы мы не уточняли смысл этой проблемы, разрешая одно, она вплывает в другом виде, и этот процесс видится бесконечным. И когда вот такая проблема, ну как проблема природы мира, откуда взялся мир. Когда такая проблема возникает, единственный говорит Кант правильный ответ, это идея кауза сури. Единственный ответ, причина самой, самого себя. Мир причина самого себя. то же самое с возникновением морали. Это телеологический акт, в котором, который представляет собой причину самого себя. в самом акте деятельностного, активного, совместного какого-то действия рождается мораль. Она есть причина самой себя. Именно для того, чтобы появились вот такого рода, для того, чтобы выразить природу такого рода актов, такого рода явлений в окружающем нас мире, собственно, Кант и построил всю свою систему. Вся система построена для того, чтобы показать, что такое человек, как в мире возникает мораль. Система в целом является основанием морали, основанием этической теории Канта. Она вся построена именно с этой целью, для достижения этого результата. конечно, кантовская теория, кантовская нравственная теория, содержит массу основополагающих и фундаментальных идей. теории, которые, на мой взгляд, недостаточно акцентируются в работах по этике. Ведь, по сути дела, на мой взгляд, нужна бы вот такой фундаментальный учебник по кантовской этике. Универсальный учебник, научающий не школьников или студентов, а научающий человечество пониманию того, что такое мораль, что она значит для правиль человеческого общества для каждого для каждого индивидя. Вот отсутствие такой книги это, конечно, упор философам и, прежде всего, философам моральным в эти камни. Ну, в какой-то мере я могу себя отнести к этому, поскольку проблемами эртическими занимался давно еще скандидатских своих грехов. Я и себе, конечно, могу этот упрек отнести, и себе отнести этот упрек. Но, на мой взгляд, долг философов вот перед человечеством не выполнен. Кант свою задачу решил. Он выразил эти теоретические основы. Надо сделать так, чтобы они были понятны не только высоколобым философам. Они необходимы сделать так, чтобы были понятны каждому человеку. И вот этот, на мой взгляд, представляет собой очень важную задачу. очень важную задачу. Ну, Кант связывает теорию свободы и теорию морали в одно целое. Свобода рождается спонтанно тереологически в тереологическом акте. Точно так же и мораль, как тереологический акт представляет собой абсолютную свободу. И Кант доказывает, что только мораль и есть выражение абсолютной свободы. Потому что само слово абсолют, Кант, коварное, коварное слово, несущее в себе антиномии, противоречия, и пользоваться им надо чрезвычайно осторожно. когда Кант говорит о свободе как таковой, то он понимает ее как определенную меру, как отношение двух факторов, факторов препятствующих достижению моей цели, и фактору содействующему, способствующему достижению моей цели. вот это мера, всегда дробное, всегда дробное число, это и есть это дробное число, и есть выражение свободы, и оно становится целым только в акте морального поступка. Единицей, оно становится только в акте морального поступка. Потому что выбрать поступок на основании категорического императива нам фактически уже ничто не мешает. Препятствующие факторы, ну, если математически они стремятся к нулю, а раз в числителе, то есть простите, в знаменателе нуль, число становится бесконечным. Абсолютным. Поэтому абсолютная свобода человека быть моральным, ему ничто не мешает в этом отношении. Ну, и, конечно, об этике Канта можно говорить много. это огромная глыба философской культуры. Вообще философия практическая, это по сути дела цель всей философии говорить там, главное, определяющее теоретический разум, служебный разум, служебный разум. позвольте мне ну, завершить свою речь за неимением большего времени. Регламент есть регламент. Благодарю за внимание. Вопросы, пожалуйста, комментарии. на микрофон. Если нет, спасибо, Леонард Александрович. Все было очень убедительно. Я сумел аудиторию убедить, что мораль это действительно основа человеческого бытия. И отступление от нее это и есть причина всех социальных бед. Там, где мы от морали отступаем, когда мы проводим аморальную политику, пользуясь словами Канта политическим морализмом мы приносим миру, человеку колоссальней веры. Еще раз поздравляю за внимание. Жаль, что дядь просил. Спасибо, Леонард Александрович.